В области объявлено штормовое предупреждение. По данным метеорологов, в ближайшие дни нас ждут грозы с ветром до 15 метров в секунду. В июле грозовая стихия стала причиной гибели людей в разных регионах России. Как вести себя во время ненастья, чтобы свести к минимуму вероятность несчастного случая? Татьяна Волкова напомнит рекомендации специалистов. Уже не первый раз за это лето в Ярославской области объявлено штормовое предупреждение. Грозы и сильный ветер назначены на завтра и послезавтра. Невнимательное отношение к природе может закончиться трагедией. За последний месяц в России от ударов молнии погибло сразу несколько человек. Как нам рассказали в Центре гражданской защиты, причина такой смертности, кроме стечения обстоятельств, в том, что люди просто не знают, как вести себя во время грозы. Во-первых, если она застала вас в городе, то лучше всего укрыться в помещении или, в конце концов, под козырьком подъезда. Не стоит выбирать одиноко стоящих деревьев, так шансы, что в вас попадет молния, увеличиваются. Не стоит пользоваться зонтом. Самая верхняя его точка также может стать местом поражения. В машине лучше всего отключить радиоприемник, опустить антенну, закрыть окна. Больше ничего такого, собственно, не требуется. Вообще город самое безопасное место для такой погоды. Дома оборудованы граммоотводами. Если же гроза застала вас в поле, то следует присесть на корточки, закрыть голову руками и в таком положении ждать, когда ненастья утихнет. Если же это случилось у воды, то лучше отойти подальше от реки и спрятаться где-то в низинке. Что касается сотовых телефонов и другой техники, то на время грозы все это лучше отключить. Получаются такие, что молния попадает в дом, уходит на проводку и в результате просто приборы погибают. Электрический ток проходит по каналам нервной системы. Именно она и поражается в первую очередь, поэтому недооценивать грозу очень опасно. Берегите себя. Татьяна Волкова, Владимир Чернов, Городской телеканал.